Всем привет! С вами Арина и свежий выпуск новостей от крупного гроу-портала Game Awards. Сегодня в выпуске. Мобильную игру Dreamland Masters перевели на русский язык. Разработчики Allodaf Online запускают PvP-турнир Круг Равных. Трюк с самолётом из GTA V повторили в реальности. В коллекционное издание Hello 5 Guardians войдёт мультфильм. Опубликована короткометражная история для Assassin's Creed Syndicate. Мобильную игру Dreamland Masters перевели на русский язык. Студия разработчиков Mechanics Games, которая всеми известна по ролевой онлайн-игре Paragrat, наконец-то завершила русскую версию онлайн-экшена для платформ iOS и Android под названием Dreamland Masters. Мастера Сноу. Как известно, игра создана на движке Unity 3D, игры на котором смотрятся весьма неплохо, тем более на мобильных платформах. История игры Мастера Сноу повествует о мастере, который управляет отрядом, что состоит из четырёх героев. Действие игры происходит в Королевстве Снов, которое было порабощено Повелителем Мрака. Кроме одиночной кампании, которая включает в себя более девяти миров и 150 уровней, игрокам также будет доступен режим PvP на специально созданных аренах. На данный момент в игре насчитывается уже более сотни героев, каждый из которых имеет свои уникальные умения. Озвучкой героев занималась, кстати, и та же студия, что и озвучивала героев из известной игры Dota 2. На официальном русскоязычном сайте игры уже открыта регистрация. Причём каждый, кто пройдёт регистрацию, получит подарочный код на комплект внутриигровых вещей. Разработчики Allodov Online запускают PvP-турнир «Круг равных». Каждый сейчас знает об игре Allodov Online, хотя и не лучшую его сторону, ведь проект буквально загнивает в беспощадном донате разработчиков, который коснётся каждого, кто собирается прийти в игру. И вот, чтобы реанимировать самый старый проект России, разработчики запускают PvP-турнир, который носит название «Круг равных», и начинается он уже 14 июля. Турнир, в свою очередь, будет полностью независим от доната. Точнее, его вообще там не будет. Каждый участник будет иметь равную доступную, как и для всех остальных, экипировку. Игроки смогут взять абсолютно любой класс. Сам же турнир будет вестись в рамках боёв 3 на 3. К участию допускается абсолютно каждый желающий. Что касается призов, то они весьма щедрые. Ознакомиться с ними вы сможете уже на официальном сайте Allodov Online. Не секрет, что с этим событием разработчики собираются вернуть прежнюю аудиторию, которая уже давно-давно покинула их проект. Но какой в этом смысл известно лишь разработчикам? Ведь после щедрого турнира игроки вновь столкнутся с беспощадным натиском доната. Собери команду из трёх героев и отправь заявку на участие в турнире. Докажи, что ты лучший боец. Трюк с самолётом из GTA V повторили в реальности. Совершенно недавно в сети вспыл видеоролик, который можно сравнить лишь с трюками, которые делают в известной игре Grand Theft Auto V. Кажется, что сделать подобный трюк нереально, а попытки обречены уже заранее. Но оказывается, что всё возможно. На видео был заснят левийский МиГ-23. Пилоту этого самолёта удалось пролететь над землей несколько десятков метров. Причём на полной скорости. Соответственно, рядом стоящие люди от такой сильной волны просто попадали на землю. Если верить данным, подобные трюки можно совершить лишь в популярной игре GTA V. Ведь самолёты являются очень дорогостоящей техникой. И ни одна уважающая себя армия не позволит провернуть подобный смертельно опасный трюк. На данный момент в игре было уже разбито столько воздушной техники, что ни одна страна не смогла бы возместить потерю такого воздушного флота. В любом случае, данный видеоролик – это ещё один повод в игре GTA V совершить нечто невероятное и опасное. В коллекционное издание Hello 5 Guardians войдёт мультфильм. Если верить компании Microsoft и студии 343 Industries, то в коллекционное издание игры Hello 5 Guardians войдёт мультфильм. Причём, посмотреть который смогут лишь владельцы этого издания. Мультфильм представляет собой анимационный сериал под названием Hello the Fall of Reach. Сразу также назревает вопрос, стоит ли этот мультсериал сотни долларов. Разработчики считают, что это того стоит. Мультик поведает о том, как возникла легендарная программа Spartan 2. А также немного ближе сможет познакомить всех владельцев коллекционного издания «Солдатами из синей команды», которые, как всем известно, играют далеко не маловажную роль в игре Hello 5 Guardians. Если верить официальному описанию мультфильма, действие этого сериала будет развиваться как до, так и после нападения Ковенанта на людей. Соответственно, в мультике вы сможете увидеть ключевые моменты из истории отряда, которым командовал Джеймисон Ло. Был опубликован пятиминутный ролик игры Tacoma. Несколько дней тому назад студия The Full Bridge Company начала активно раскручивать свой новый проект под названием Tacoma. И совершенно недавно был опубликован первый видеоролик, который демонстрирует игровой процесс игры. Как выяснилось, в игре предстоит изучить и исследовать космическую станцию. Никаких живых людей на этой станции нет. Лишь разноцветные контуры людей, которые по большей части напоминают голограммы. Но кто они и что они скрывают, пока что неизвестно. И, судя по всему, выяснить это предстоит именно игрокам. На все интересующие вопросы ответы никто дать не сможет, так как их предстоит найти во время прохождения. Tacoma выйдет на платформы Xbox One и ПК. Причем ПК-версии игры станет доступна лишь в 2016 году. В остальном же информации на данный момент не так уж и много. А продемонстрированный видеоролик должен был ответить на самые очевидные вопросы. Кроме этого, на данный момент игра находится на стадии пре-альфа версии. Это очень familiar enough, что, you know, it doesn't seem like totally foreign, but it's also advanced enough that it's, you know, that it still feels novel or clever. Yeah, by going in the station, you agree to have your body positioning tracked, and there are recreations of the people for you. Опубликована короткометражная история для Assassin's Creed Syndicate. It was just beginning. The working class had been exploited long enough. The city needed a change. But I can do it long. You could call us organized. Eliminating our rivals. Reclaiming our glorious empire. One burrow at a time. Пришел момент, и пиар-машина компании Ubisoft начала набирать обороты. Естественно, пиарить собрались именно Assassin's Creed Syndicate. На этот раз рекламным ходом оказалась короткометражная история, которую компания Ubisoft решила снять совместно с Гэри Греем, который известен по фильму «Законопослушный гражданин». Саму картину помог нарисовать художник по имени Попман. Что касается самой истории видеоролики, то в нем ничего такого удивительного нет. Так как главный герой Джейкоб Фрай рассказывает о том, насколько все плохо в городе Лондон 1868 года. И как он ловко убирает всех плохих ребят со своего пути. Хотя, видимо, сам таким же и является. Данный видеоролик был создан для того, чтобы подогреть желание людей прикупить себе Assassin's Creed Syndicate. Возможно, компания Ubisoft наконец-то начала учиться на своих допущенных ошибках. И в этот раз релиз их нового проекта пройдет как по маслу. Субтитры создавал DimaTorzok На этом мы завершаем наш выпуск. С вами была Арина. Если вам понравилось, ставьте класс, пишите отзывы и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч в новых выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok